Учебник природы и человека, рабочий тетла для второго класса. Так, задание на тему дом и соседи. Вот у нас карта, да? Вот у нас дом Эрика, а вот у нас школа. Теперь задание. Найди два пути, по которым Эрик может добраться до школы. Укажи эти улицы и дороги. Ну, с первым вариантом все понятно. Вот он выходит, значит, у нас из дома. Сворачивает куда? Налево. Идет по улице Ярве, озерная. Потом по улице Вайкне, тихая. Потом выходит на Вабадусы, свободы. И дальше до школы. Все понятно. Все, это мы описали. Далее, второй путь. И вот тут начинается интересное. Второй путь. Поворачиваем, значит, мы из дома направо. Идем по улице Ярве, озерной. А тут теперь как? Названия улицы нету. Просто мимо больницы к реке, наверное, да? Опять улица какая без названия? Вроде бы Е, да? Речная. Ну, вроде бы она где? Там как-то дальше уходит? Непонятно. Ну, хорошо. Ладно. Предположим, что это улица Е. Дальше по Е. Потом по мосту через реку к парку. Дальше вдоль реки мимо парка. Затем направо. Опять улица какая-то у нас безымянная, да? Вот нигде названия нету. И к школе. Это школа, да? Да. Так. И вот как весь этот тернистый путь от дома к школе, да? Как вот его можно вместить вот в эти вот одна, две, три с половиной строчки? Ну, конечно, сюда скажут, скажем, налево, да? Все. То есть весь этот путь, вот все эти улицы, повороты через реку вдоль парка. Вот нужно раз, два, три маленькие строчки вместить. Вот как это сделать? Я уже не говорю о том, что эту карту приходится рассматривать через лупу как Шерлоку Холмсу. Потому что иначе название, ну, вообще не увидеть, ну. Вот такой у нас предмет. Как он называется? И природа и человек. Природа и человек. Учебник для второго класса. Шерлок Холмс, доктор Ватсон нужно, чтобы его сделать.